Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Сегодня у нас очень интересный выпуск, и в эфире будет один из моих любимых танков. Так что смотрите! Первый маэстро Рубилова Акви... чего? Аквитания — историческая область и бывший административный регион на юго-западе Франции. Ага, спасибо. Аквитанец вышел в бой на 279-м и принялся танчить. Враги пытались выцелить ему НЛД, но явно чего-то не учли. Конью скакал в ангар с пары тычек, а вот с поляком пришлось повозиться. Благо, союзник помог окружить. Теперь красные пришли с двух сторон сразу. Аквитанец навел страху на одном направлении, а потом на другом. Аквитанец просто выбил их по одному. Занозой в корме стал только барабанщик, но этого мессира провели до скамьи наблюдателей. Не заблудится. В следующем лёг японец. А за ним пришли тыловые негодяи. Слава гуслим! Аквитанец успел развернуться и встретить гостей. С хлебом, солью и фугасами. Правда, теперь даже их не осталось. 143 хп, пустой БК и три врага. На кого ставите, господа? Да. Короче, пока девяностик издевался и не давался на таран, красные взяли базу. Чудо не случилось, но аквитанец не сдавался до последней секунды. Из кожи вон лез. И заслужил мой утешительный приз. Вторая горящая голова — фьютрилл на блохе. Или, скорее, водомерке. Он занял самую сайвовую позицию на нулевой линии. Там увидел джентльменов, которые решили прорвать направление. Что ж, фьютриллу осталось только пожелать им удачи. Всё? Не лезете? Тогда мы лезем к вам. Гора дала фьютриллу шикарные прострелы и контроль половины карты. Вот они — правильные мувы и позиции. Красные месье сыпались один за другим, но ещё быстрее рассыпались зелёные. Фьютрилл остался против двоих. Вот тяна. Ещё и без снарядов. Итак, каковы шансы фьютрилла на победу? Варианты ответов на экране. Первому не оставили шансов, но второй так просто не дастся. К тому же он ещё со снарядами. Тут будет сложно. Однако фьютрилл словно был рождён мансовать и рисковать. Бегущий по лезвию. Вот эдишн. Он затаранил китайца, но лёгенькая блоха не снесёт много хп. Наш тевтонский рыцарь опять взял разбег, опустил забрало и бросился вперёд. Получил маску и… Да! Фьютрилл остался на ПТ с пустым боекомплектом против двоих и, в общем, вы сами всё видели. Пойдём дальше, пока он не разнёс таранами весь рандом. СТОЛЬНАЯ СТЕНА НЕДЕЛИ Стальная стена «Недели», Хаза и его. Ну, как вы считаете, на чём должна ездить стальная стена? На Скорпионе? На СУ-130? Никак нет. Вот, настоящий инструмент для ЛБЗ по танкованию. Хаза сразу занял. Сраааазу занял. Ну, доползи ты уже? Да. В общем, он занял важный прострел и показал сотки урок танкования бортом. Ты смотри, учится. Но забыл довернуть башню. И дальше качелился бы с тяжами, но отвлекла потеря СТ-фланга. Пришлось воевать на оба фронта. Расстреливают с двух сторон? Выход есть! Расстреляй их первым! У нашего героя это не всегда получается, но он старается изо всех сил. Противник уже почувствовал вкус победы, полез вперёд и уперся в нашу стальную стену. Кто хотел жить — отступил. А кто-то — как бат. Но тут красные как с цепи сорвались. Они полезли на хазу, сломя голову. Буквально. Союзников перебили. Немец остался с одной САУ против трёх тяжей и двух артоводов. Он окопался, ощетинился маус-ганом и крикнул… Ты не пройдёшь! Союзная арта с пустым быка, а маус держится на изоленте. Проблема? Наш герой так не считает. 7800 урона отлетело от немецкой стали хазы, а его болванки забрали почти 10 000 хп и победу. 3.5 Правый защитник Отечества — Финн в куче семёрок на Е25. Прям день блохи. В начале Финн выбрал куст на H4 и вставил мопеду палку в колёса. Контр-атаковал наглого мототанка, чем защитил свою арту от избиения в начале боя. Да, ребята, поторопились с атакой. Потом увидел на ТТ-фланге… нет, не угрозу. Возможности. Долгий упор нацарапал АТ, пока ей это не надоело. Она разозлилась и… ушла в ангар, хлопнув дверью. Вот это поступок! К этому времени на карте стало свободнее дышать. Можно взять инициативу и чекнуть тылы. Соперники не ждали такого от кустовой ПТ-САУ. Финн и дальше наказывал БАРТУ, но враг на базе. Эх, опять назад ехать. Блоха на один шот, а захват уже 98, 99… да, выкуси! Финн сбил захват через гуслю и сразу же закрутил тяжа. Он знает, что врагу не хватает УВНов, мансует вблизи и не даёт шанса прицелиться. Вот это по-нашему! Пора найти оставшихся троих, или они найдут сами. Блоха на ниточке ушла от тарана и пояснила за манёвренный ближний бой. Третья арта готова, но ещё АТ-7. И вот она, с кучей ХП. Времени всего ничего. Окей, повезло. Думаю, ПТ-шка увидела, как Финн с двухстами ХП разнёс полкоманды и передумала сопротивляться. Финн остался шотным против пятерых, сбил захват на последней секунде и напичкал снарядами всё, что только двигалось. Неплохо, но это ещё не конец. Как бы хороши не были блохи, у меня есть кое-что круче. Встречайте, ПТ-СА у недели. Банни Спейс на FV4005. Он сходу занял центр песчаной реки и сделал ошибку деда фатальной. Как только бабаха зарядилась, ошибся китаец. И тоже сильно пожалел. Но потом 268-я вовремя развернулась и не пробилась хэшом. И в целом всё не так радужно. Красные прорвали фланг и лезут в тыл. Осталось лишь сейвиться и отбиваться. А получается пока так себе. Нашего героя вытеснили в центр карты, где ему придётся отбиваться на все стороны света. Он получил слишком много урона, но так и победил преимуществом в башне. Она просто есть, а для ПТ это уже хорошо. Из центра открылись прострелы. Банни выцелил корму и... Ох! Барсука отправили в мебельный за новым стулом, а вот броня деда не далась так легко. Ничего, найдут с цели попроще. Так бы и продолжалось, но красному тяжу надоело это терпеть. Он отважно зарашил и... подставил борт под хэш-бревно. Второй пытается поймать на КД, Банни отступает и заряжает новый мешок урона. Лишь бы успел... Вот это выстрел! ФВ не часто роляет против нескольких врагов на ближней, но когда такое случается, это всегда брутально и мощно. Остался последний. Сотка сближается через укрытие и старается не подставиться, но союзник атаковал с другой стороны. Всё, разведут беднягу, как на базаре. Победа! ЛБЗ ПТ-15 с отличием. 12 тысяч единиц унижения. Короче, красиво. Это были все лучшие реплеи, которые я хотел показать на этой неделе. С вами был Кирилл Орешкин. Всем спасибо, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова